Да, совсем забыл, дорогие зрители, прокомментировать одну очень умилительную сценку, которую показала она недавно в Спартаковской телевизии. На этой сценке к легенде красно-белых цветов, к десятке, к Винсе Антону Промесу, самому русскому голландцу из всех, бежит толпа радостных детишек. И спартащи во весь голос орут, как же харизматичен Квинси, как же из него прет душа, как же из него прет сердце, искренность в каждом движении, как же его любят дети. Дайте срочно Квинси Промесу приз за мимимишность, потому что он его заслужил. Был в «Зените» как-то еще один такой же футболист, которого тоже вроде как любили дети, Артем Дзюба, но он-то играл в бомжевике, он-то выбрал деньги, а не красно-белую кровь. Поэтому Дзюба не искренне, Дзюбу дети так искренне, не любили, как любили Квинсе. Поэтому «Зенит», по мнению Спартака, «Зенит» – говно. Дзюба, по сравнению с «Промесом», опять же, вполне Спартака – говно. И, как они говорят, бомжи сосать. Но, а какое же мое мнение по этому поводу? Если говорить серьезно, то вот эта вот сценка с бегущими детьми мне напомнила знаменитый фильм «Каникулы строгого режима». Там тоже было дофига детей в пионерлагере. И как-то к ним пришли два новых вожатых. Как потом вы видите, с ними сбежали с зоны. Это бывший мент, которому, на зоне, понятное дело, жизни нет из его профессии. И криминальный авторитет, которого скинули в результате, можно сказать, дворцового переворота. Там была черная зона, там, где рулили криминальный авторитет. А стал красный, где рулили администраторы. Начальники оперчастей всяких там, начальники зоны. Ну и, соответственно, видите, сумраку жизни на зоне не было. Итак, он стал вожатым Виктором Сергеевичем. Договорил детям всяких басен про то, что он спецагент милиции, когда дети нашли ориентировки на этих вожатых. А потом, когда в конце фильма пришли менты рисовывать Виктора Сергеевича, дети завопили в адрес настоящих милиционеров, что вот этот Виктор Сергеевич – это спецагент. Он свой, не трогайте его. Дети вообще существа очень доверчивые. Я по себе помню, когда был ребенком, много во что верил, много в кого. Но, правда, потом, когда чуть повзрослел, эта вера расставила, словно дым. Так же и здесь. Дети Спартака верят в легендарность квинси-промеса. Но когда они подрастут, если они сохраняют способность мыслить критически, то они поймут для себя однозначно, что промес – это рафинированное говно. Сопроцентное, без примесей говно. По душевной составляющей, я говорю, исключительно по душевной. Я не беру сейчас уголовное прицелование промеса. Допустим, он невиновен. Он наркотой не торговал. И он брата не пытался убить. Его, правда, дали, допустим. Но с точки зрения наличия души и с точки зрения его поведения по отношению к другим, промес – говнище. Во время матча Денис Спартак, 27 ноября, промес, как и весь Спартак в целом, играл очень грязно. Воскаль дал своему установку фалить при первой же опасности к своим воротам. Он хотел сохранить первое место в группе, чтобы такие люди, вернее, не люди, как Кузьмич, могли потом этим хвастаться на весь интернет. И обоскали, выбрал лозунг «Победа любой сыной». Такой же лозунг, насколько я помню, использовали немецкий насыст. Но это немного другая история. И промес в числе первых поддевал, заводил, подъебал Барреса, Родригало и других. В итоге это вылез массовую драку. Конечно же, промес наказания избежал, потому что дрались и другие, дрались более ожесточенно. Но подначил и провоцировал именно промес. Ладно, если бы матч Денис Спартак был единственным. Можно найти еще подборку дохуич таких матчей, где промес был постоянно центром скандала. Достаточно вспомнить игру ССК «Спартак» 16 октября 22-го года, когда промес с подтяжка ударил Велену Рошу, защитника ССК. Он, конечно, тоже хорош. Начал кататься сильнее марта по траве, но промес повел себя крайне некрасиво. Да и в дерби «Спартак» Зенит 4-го сентября 22-го года именно с промеса, именно с его откидки мяча между ног Зенитов. По-моему, между ног Родригал. Началась стычка, которая завершилась тем, что Ловран взял промеса за ромбик. Ну и правильно, на мой взгляд, сделал. Дети поймут. Сейчас они пока верят в дело, но потом Вера скорее всего прекратится. Если они, конечно, не утратят способность адекватно размышлять. Вот и все.